здравствуйте так сказать ездила сегодня в один магаз на сайте которого было написано что то что мне надо есть наличие но видимо или они сайтом вообще не занимаются или что-то я не догнала наличие вот этой фигни которую мне снять не удалось не оказалось а я решил что наверное лучше ее уже заказать на зоне ездила к черту на куличке можно сказать на велике далеко надолго напротив есть как раз магазин а так мне хотелось фиников но когда последний раз была в атаке фиников там не было и думаю вдруг там фиников нету я такая уже какая-то была слишком голодная но с собой была минералка если занавеска то это кот там где-то шарахается с балкона вышел почему-то через меня подо мной точнее но практически сквозь меня прошел кот с балкона и сейчас дерет ковер короче в общем решила я вот так не заходить и поехала дальше домой так все думаю к пятерке сейчас заеду сниму денег с карты потому что у нас снова в цветочном не работает этот самый банкомат не принимает не выдает по моему то его любимое стабильное состояние ну и короче снимать денег с карты в пятерке в банкомате и думаю что мне не зайти за финиками ну и люля как была слегка голодная на самом деле люля подъезжая к солнечному поняла что если сейчас что-то не сожрет то помрет остановилась где-то в метрах трех от перекрестка у дороги достала водичку пару глоточков сделала достала печененку ту самую марию которая любят его из какого-то там обзора как-то из магнита или где там ее покупала еще не помню может даже в нашем магните в местном ну и короче захомячила эту печененку допила водичкой все сытое какая лёля это практичная мало ее надо кормить короче ну в общем я на этой печененке в итоге доехала домой ну зашла в пятерку давно в пятерке в солнечном не была то все решила купить не только финики короче нельзя голодным ходить магазин купила себе булочку думала что эту булочку захаваю пока это еду домой но булочка доехала вместе со мной я решила что если на завтрак есть суп то можно этот суп также и на обед съесть да да это видос будет обзора еды из пятерки тут в общем у нас слойка сосиска 100 грамм чисто уже вот так обычно у них писали так что ничего не видно все смазано а тут конкретно так написано ну тут состав конечно не первой свежести если хотите травануться а ваш желудок ну короче если у вас там претензии какие-то к натуральному составу то тут у нас есть пальмовое масло и подсолнечное масло в составе маргарина ну еще какая-то хренатень сделано у нас этого 11 часов сегодняшнего дня и до завтрашнего дня 11 часов она будет жить так вы и самая прикольная цена 90 19 рублей 99 копеек тут это короче булочка с сосиской еще что у меня тут было на кассе увидела купила не помню что-то на 3 но около 40 рублей тут 70 грамм ак аква какая-то сделана рожденная в 1929 году у нас в этом году в семейке пчелы заявились короче халва кунжутная с какао я решила купить даже не глядя на софтап что-то вообще так решила купить думаю ну мягонькая такая видимо мне хочется халвы кунжутной с какао без какао просто халвы финики эти я их уже покупала конечно если бы я зашла в атаку и там были финики это было бы намного дешевле тут 49 рублей грубо говоря 50 рублей 200 грамм а сколько я помню последний раз финики в атаке были 84 рубля за килограмм микс бар натюр в принципе они нормальные вот эти микс баровые натюры я покупала что-то еще этой фирмы но тут правда интересно так сушеные финики с косточкой и растительное масло чё за растительное масло упор не представляет нахрена там вообще-то растительное масло может масло и спинников двух из них делают не знаю почему зевая я вроде выспалась хотя не знаю позднотищу вчера ли ладошник а мне приспичило убраться в шкафу зато у меня в шкафу теперь порядок хоть я и легла по часам в общем как-то моя тетя говорила что как-то в каком-то магазине она видела уже конкретный такой суповой набор которого только кипяточком или бульончиком залил и потом счастье не знаю про что она говорила про замороженные овощи или про что-то еще но тут я увидела некие ели ели и точнее игрок фу блин и кратко е-л-л-и звездочка видимо чтобы люди поняли как читать суп с белыми грибами и пастой 25 минут варить на 4 человека хватит на 1 литр супа подойдет сто процентов натурально паста белые грибы лук репчатый лук зеленый чеснок ну и тут да вот паста мука пшеничная вода в скобочках еще и сделали грибы белые сушеные овощи и зелень и зелень сушеные лук репчатый лук зеленый чеснок и вот вот такое вот она 68 рублей она стоит 100 грамм тут пакетики вот думаю как-нибудь потом творить сейчас у меня суп есть внутри на что эти грибы сушеные белые макарошки такие круглые штучки лук сушеный видно еще какую-то фигню сушеную видно в общем заюзли если вам вдруг интересно вякните в камент я оставлю этот пакетик после того как его слопаю и скажу потом в пустых баночках или просто отдельно сквозь пошел на балкон и вот я тут увидела зефир вообще зефир можно было бы купить вместо магазине на развес но что-то вот я как-то увидела зефир что-то он тоже не знаю рублей 50 что ли стоил тут у нас 300 грамм срок годности у зефира два месяца сейчас опять сделаю извиняюсь рожден зефир восьмого мая в общем до восьмого июля он видимо и тут у нас в принципе состав такой меняемый правда не знаю что такое диоксид серы из чего его вообще делают ну помимо серы сахар пюре яблочная в скобочках яблоки консервант диоксид серы он периодически жирно выделяется в некоторых продуктах я заметила не только в сладких еще в пометках бывают что аллергические моменты вот тут содержит такая такая фигня и диоксид серы побудьте внимательны и осторожны если у вас на нее аллергия вода питьевая партока варенье черно-смородиновое в скобочках ягоды черной смородины и сахар вот я бы этой фирмы купила бы варенье это такое если у них все ягоды в смысле все варенье это ягоды и сахар а не вода лимонная кислота и прочая невидомая фигня жирующая ген кектин потом белок сухой яичный тоже жирным выделено видимо аллергию вызывает у кого-нибудь регулятор кислотность лимонная кислота точнее молочная кислота извиняюсь а еще е-331 понятие что за хрен ну и там типа бла-бла-бла что вот если у вас противопоказания то не жри ты эту фигню а еще ягоды черной смородины источник витамина c потом составе продукта яблочного пюре и входит яблочное пюре и пектин полезное для здоровья короче одно полезно другое вредно если у вас друг на белок аллергия какая-нибудь непереносимость яичного белка если у вас есть и пектин натуральное жулирующее вещество содержащиеся во фруктах и многих видах овощах щей вот такая вот штука в общем тоже если вдруг интересно по-моему он полосатый да потому что не вижу мне сначала пачка показала что он весь одного какого-то неведомого цвета но он какой-то светло такой вот если вы чернику с молоком разведете свежие ягоды замороженные просто чернику с молоком молоко потом окраситься от черники тут такой же вот цвет молочной такой черники и беленький в общем если интересно мое мнение потом тоже напишите в каменках чипалёлях как бы ты сказала мнение об этом зефире я его когда захаваю все или не все это я потом вам специально будет обзор двух пакетиков допустим в общем вот такие дела всем спасибо кто был до конца со мной всем пока да не забывайте на меня подписываться если вы еще этого не сделали вообще на самом деле я периодически стебаюсь стебусь вот сейчас это было примерно так же пока пока